Привет всем зрителям и подписчикам канала Мороз Лайф. С вами автор этого канала Игорь Мороз. Кто еще не знает, и в сегодняшнем видео будем говорить о Чехии. Сегодня, ребят, 1 февраля, а это значит для нас особенная дата для нашей семьи. Мы два года уже как в Чехии, именно 1 февраля мы приехали в Чехию с такими вот круглыми глазами мы пришли с автобуса в Прайе на автовокзале Флоренс. В 8 утра, как сейчас помню, был тоже такой снежок, моросил, мрячка. Непонятно, что вообще было делать, куда идти, потому что добирались сами в город Писок, на завод Фаурецию. И я вам так скажу, приехали, давай сразу разбираться, где покупать билеты, давай через переводчик переводить, узнавать, что, как, на ломаном чешском, потому что кроме как огонь на схле и добрый день, добрый ноч, ничего не знали. Ехали в этот город, в этот город Писок, где нас ждала работа на заводе Фауреция, о которой мы рассказывали в нашем видео. Но сейчас не об этом, а сейчас будет, наверное, разговор о том, что вообще произошло за эти два года, чего мы достигли, почему выбрали именно Чехию. Наверное, вот такой вот экскурс будет по этому видео, поэтому мы начинаем. Первое, с чего, наверное, стоит начать, конечно, ради чего мы сюда приехали. Чехия, конечно, заманила нас деньгами. Почему деньгами? Потому что первые три месяца, которые мы приехали сюда, мы сорвали для нас, конечно же, опять же, куш. Я не буду скрывать, это была приличная сумма денег, которую мы с Алиной заработали вдвоем за три месяца. Таких денег мы не могли заработать в Украине. Это было чуть больше 5000 евро на двоих. Да, это было очень много отработанных часов, ребят, это было больше 1500 часов на двоих за три месяца. То есть больше 300 часов в месяц работали. Это было всего лишь навсего 5 выходных за три месяца. И это при том условии, что мы приехали на 8-часовой рабочий график, и нам сказали, ребят, работы нету, август, отпуска и все такое. Но мы, опять же, достигли того, чего планировали. Мы с такими вот бешеными глазами, crazy вообще у нас было состояние, потому что мы хотели работать, мы хотели зарабатывать денег. Мы работали по 20 часов, об этом не говорил, конечно, но да, было и такое, когда ты приходишь в воскресенье в 6 вечера на ночную смену, в 6 утра у тебя в понедельник заканчивается смена, а это был при час, мы брали дополнительные часы, и потом уже заходишь на свою смену в 6 утра до 2 часов дня, и получалось в сумме 20 часов. Ты просто домой приходишь, в автобусе уже спишь эти 15 минут, просто приходишь, вырубаешься, просыпаешься, а уже вторник. То есть вот такие вот переходы были, конечно, не каждый день, потому что это было нереально выполнить, но раз-два в месяц такое случалось, и за счет этого, конечно, мы вырывали такие большие суммы денег. Сейчас, конечно, такого нету, но опять же, кто хочет, кто добивается своих поставленных целей, поставленных цифр, кто умеет читать, кто хочет зарабатывать большие деньги, опять же, жертвуя, конечно же, своим здоровьем в первую очередь. Но сейчас не об этом, это, можно сказать, ремарочка, больше предыстория. Сейчас о том, что первое, это деньги, да, мы увидели хорошие деньги, мы хотели их зарабатывать, естественно, не по 20 часов работы, естественно, даже не по 16, не по 12, а по обычному графике, обычному 8-часовому рабочему графике, рабочей смене, получаются соответствующие деньги. Естественно, таких зарплат никто нам не дал, потому что, опять же, нам сказали, что есть возможность зарабатывать по 150 крон в час и по 160, нужно работать на чешскую агентуру, спокойно, только сделайте себе долгосрочные документы. Но мы, опять же, с незнанием языка, разберихой с нашими польскими, словацкими друзьями, которые нам советовали и рекомендовали сделать эту карту, потому что они сами тоже ничего не знали. У них есовский паспорт, им по барабану. Они приехали себе и бомбят свои деньги, работают по 8 часов, по 150-160 в час имеют и не парятся. Мы, конечно, загорелись, давай карту делать, нашли посредника, сделали эту карту, заплатили деньги, приехали сюда, а тут зарплата 17 тысяч чистого за 170 часов. Блин, взяли за голову, что делать реально? То есть нас кинули. Ну, а на самом деле, как оказалось, ребят, опять же, всю информацию предоставлял в этих видео, создался когда канал, и там было много информации о том, что есть налоги, о том, что есть социалка, есть здраводка, потому что на трехмесячных визах за нас, по сути, никто ничего не платил. Какие-то минимальные отчисления, может быть, агентура там покрывает, все остальное мы брали себе. Ну, естественно, агентура у нас же и зарабатывает, и там минимально от 40 крон может быть и выше, конечно. Кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно читать ваши комментарии. Так вот, ребят, мы этого, конечно, не хотели, уже с рабочей картой, мы хотели обычный рабочий график по 8 часов, стабильную работу, более высокий доход, конечно, но это все со временем приходило. Опять же, если сравнивать то время, которое мы работали в Украине, в Украине, кто не знает, опять же, кто нас знает, то мы работали в торговле, мы были продавцами, я был и директором, был и замдиректором в разных сетях, это были Комфи, Фокстрот, и мое магазин. Я была представителем фирмы детской одежды, последнее это место работы, но опять же, работала тоже и в Фокстроте, и в Комфи. То есть, мы были продажниками обычными, у которых каждый месяц начинался с обычного такого нуля. То есть, ты продавал, заработал денег, тебе процент заплатили, все, рассчитался по долгам своим, и дальше у тебя просто начинается месяц с нуля, то есть, никакого запаса, ничего нет. Потом же дальше ты торгуешь, 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 зарабатываешь все деньги. А месяцы были разные, я вам скажу честно, и последнее время все как бы больше, хуже, хуже, хуже было, ну я не спорю, есть ребята, которые могли зарабатывать круглогодично хорошие суммы, я не скажу, что я был там каким-то супер мягом, там рвачом, ну у меня меньше до 11 тысяч зарплаты, не было до 11 тысяч ривен, ну для Харькова, я скажу честно, это сейчас не очень большие деньги, в принципе, как и для всей Украины тоже это самые такие, можно сказать, средние зарплаты, вот, но здесь это 17 тысяч крон, был старт, на который мы приехали, то есть, это чистая зарплата, со всеми отчислениями, по социалке, по заработке, то есть, можно было зарабатывать. Умножим на 2, то есть, опять же, за 8 часов, получается 34 тысячи, то есть, очень приличная сумма. Если брать, опять же, конвертацию по курсу чешская крона гривни и так дальше, то это выходит приличные деньги, в районе 38-45 тысяч гривен, в зависимости, конечно, от курса на двоих. То есть, таких денег мы, честно, не зарабатывали ежемесячно на двоих в Украине. То есть, для нас, это, ребята, опять же, говорим сейчас о нас, о нашей семье, это высокий доход. Кому-то может это быть, покажется малым, но для нас эта хорошая цифра был старт. Еще один из пунктов, который нас привлек, так сказать, в Чехии, это уверенность в завтрашнем дне, то есть, работать, жить в Европе, не переживать за то, что случится с тобой завтра, даже если тебя, не дай бог, там уволят с работы, то есть, здесь много работы, можно ее спокойно найти, сделать уже какое-то резюме, тем более, мы уже 2 года, язык уже как-никак какой-то, мы-то знаем, не супер-мега, конечно, мы там все знаем, но мы потихоньку изучаем, и мы всегда находимся в процессе изучения языка, и есть практика, это самое главное, то есть, нужно общаться с чехами, пускай на чуть наломанном, пускай там не всегда эти приставки C и C вставляются и так дальше, но они есть, в любом случае, и это очень хорошо. Уверены в том, что нету страха, нету стресса, что ты завтра будешь уволен, и никуда тебя не возьмут, никуда ты никому не нужен. Единственное, это опять же, та зона комфорта, из которой нужно выходить, когда, особенно вот в нашем случае, когда ты снял квартиру, забрал ребенка, ребенок ходит в школу, уже все как бы налажено хорошо, и тут, не дай бог, если что случается, конечно, нужно опять же, либо искать что-то в окрестности этой, либо переезжать в другой город. Вот это, конечно, головняка на самом деле, это выход из зоны комфорта. По поводу медзащиты, по поводу социального обеспечения, да, у нас уже откладываются все эти деньги, они уже идут в эту казну чешскую, но опять же, не знают, как мы доживем, не доживем, хотелось бы, конечно, дожить до тех времен, когда мы там будем получать уже пенсию, опять же, посмотрим по поводу этой пенсии, какая она будет, не будет. В любом случае, на нее никто не рассчитывает, естественно, но все эти моменты, возможности уже присутствуют, уже есть и здесь, и уверенность в завтрашнем дне также присутствует. Следующий пункт, о котором тоже хотелось поговорить, это низкая преступность. То есть, по сравнению с Украиной, даже сравнивать последние новости, то Чехия находится сейчас на 17 месте среди 135 стран в мире по преступности. То есть, где первое место, это вообще нулевая преступность, 135 место, конечно же, это самая высокая преступность. Для сравнения, Украина находится в 82 месте, то есть, такая вот золотая, можно сказать, серединка. Я не думаю, что нужно мне тут объяснять и на этом факте останавливаться и доказывать, что в Чехии меньше преступности, чем в Украине. Я думаю, те люди, которые сюда ехали, видели, что здесь происходит, конечно, она есть в любом случае, особенно в больших городах. Не буду говорить там цыгане, там не цыгане, все хорошие, наших тоже тут хватает, которые постоянно что-то где-то хотят стырить, либо еще что-то. Поэтому преступность здесь ниже в реальности, чем в Украине. И на этом остановимся. Следующий пункт был для нас очень важным, и мы об этом думали, помимо, естественно, денег, помимо тех целей, которые мы хотели добить в Украине и достигнуть, это обучение нашего ребенка в Европе. То есть, для этого, конечно, можно было жить в Украине, собирать деньги и все деньги максимум засунуть в ребенка и отправить его в Европу, как многие, я думаю, родители делают для своих детей, отправляя их в Польшу, отправляя их в Чехию, из разных стран, потому что все хотят отдать ребенку. Это по-любому самое лучшее. Но, опять же, есть возможность просто переехать сюда, в Чехию, здесь же, опять же, с ребенком находиться, ребенок заканчивает в чешскую школу, и на чешском языке, естественно, поступает в любой вуз, который он там хочет. Единственное, что нужно, это все на чешском языке сдавать и учиться. Главное, учиться. Можно спокойно изучать свои профессии и так дальше. То есть, это тоже одна из главных целей наших, обучение ребенка в Европе, и Чехия этим подходит очень идеально, поэтому мы выбрали и этот вариант. Чем еще нас покорила Чехия? Ну, естественно, это, опять же, касается все, наверное, больше работы, потому что 70% нашего всего времени мы проводим на работе, поэтому здесь уже появилось время для себя. Появилось время для путешествий. Появилось время гулять, смотреть красивые места, кататься по другим городам, Чехии, покататься по Европе. Ну, по Европе, к сожалению, пока у нас не получилось покататься, потому что первый год мы бомбили, работали, никуда мы сильно там не ездили, только были такие по месту, там, в Карловых Варах, были там в Праге и в других маленьких городишках и селах, но здесь реально очень красивая архитектура, здесь очень большое количество замков, их здесь больше двух тысяч. И здесь, я вам скажу честно, ребят, совсем другое отношение у людей к природе, и вот я вам предлагаю даже посмотреть вот этот вот ролик. Короче, утки решили идти с нами гулять, так что вот главный поводыр отбежит. За нами, вперед! Вот такие вот красоты у нас сегодня. Так, не отставать, не отставать, давайте, давайте. Вперед, вперед. За желтой мастеркой. Ну как вам, такое увидите, например, в Украине или в России? Может, конечно, у кого-то ручные есть, но я, честно, такого не видел. Для меня был это вообще шок, если честно. Я не ожидал, что будут утки бегать за мной, там, и я их буду кормить с руки, и все будет вообще. И таких случаев здесь очень много, и могут доказать мои друзья, знакомые, либо, опять же, вы подписчики, вы зрители, пишите. Я уверен, кормили и оленей по-любому, есть такая деревушка, где можно поехать, точнее, может быть, парк, ботанический сад, не знаю, где можно покормить оленей с руки, и без проблем это все будет, и никто вас там где-то не будет хаять, и никто вас не побьет, имеется в виду олени. Это все, как бы, тоже покоряет, и реально тут все по-другому это происходит, и понимаешь, что природа здесь воедино с человеком, а не так, как происходит у нас. Конечно, я всего, ребят, не знаю, есть, я знаю точно, что и в Украине такие же, и в России, и в других странах отношения у людей, но, к сожалению, как показывает практика, чуть-чуть оно отличается. Также появилось время на новые увлечения для себя. Таким образом мы создали наш канал, канал Морозлайф, в котором мы общаемся с вами, рассказываем о нашем опыте, делимся своими впечатлениями, своими путешествиями, своими историями из жизни, и вы также делитесь, встречаемся с классными и крутыми людьми, которые делятся также своим опытом. То есть это все позволяет, опять же, сделать крутое общество и заниматься тем, чем хочется. Это, по сути, уже превращается в такое хобби, и реально затягивает все больше и больше, потому что изначально это создавалось как информация для наших друзей, потому что создавалось очень много вопросов, как и что, где и как, так вот рассказали, а дальше уже начали подписываться другие люди, все больше и больше и больше, то есть я не ожидал, что будет такой наплыв. И по итогу вот за два года у нас уже почти 7 тысяч подписчиков, и я честно очень рад, что так происходит, и есть стимул, есть рост, есть мотивация расти. И вот основные моменты, наши моменты, которые мы выбрали для того, чтобы рассказать вам о наших двух отдах. Я не знаю, конечно, понравилось вам, не понравилось. У каждого свой выбор, у каждого своя история. Кто едет сюда работать на долгосрочных визах, кто едет сюда работать на краткосрочных визах, это выбор ваш, ребят. Хочу вам сказать огромное спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите, что вы к нам прислушиваетесь, к нашему мнению, к нашему опыту. Смотрите ребят, которые тоже делятся этим опытом. Это не просто пустые какие-то слова, наигранные истории, это реальная жизнь, какая есть в Чехии. Поэтому еще раз вам спасибо. Не забываем подписываться на этот канал, ставить ваши лайки, нажимайте на колокольчик, подключайте уведомления, чтобы не пропускать наше видео. Ну а мы уже будем готовить новые выпуски для вас, и увидимся в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Хочу вам сказать, что в любом случае... Что сказать? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok